Сильно выросли счета за коммуналку? Ну, конечно. Хорошо, что муж жив-здоров. На две пенсии еще выжить можно. На одну, я думаю, я бы не выжила. А еще тема. Я живу один, 19 тысяч, и мне не хватает. Декабрьское повышение тарифов больно ударило по кошелькам казанцев. Вода, тепло, газ и электроэнергия, по официальным данным, подорожали не более чем на 9%. Наши телезрители с цифрой не согласны. Едва ли не половина всех жалоб в редакцию касается стоимости коммуналки. И по ощущениям подорожала она минимум на треть. И вот очередной сюрприз со знаком минус. Счета за коммуналку участия россиян могут вырасти с 1 марта. С таким заголовком сегодня вышла статья в не абы каком желтом издании, а в парламентской газете. Напомним, ранее представители власти неоднократно заявляли, что до 2024 года роста тарифов не будет. Но, как грустно шутят у нас в народе, обещать не значит жениться. А это слайд с презентацией Госкомитета по тарифам республики на итоговой коллегии за 2022 год и планах на 2023. Как видим, эти планы пришлось изменить. На сайте комитета в разделе для прессы «Контакт» отсутствует уже не первый месяц, а новостную ленту можно перепутать с Минспорта. И из пяти последних новостей две посвящены лыжне России. В приемной нам все же дали рабочий телефон заместителя руководителя комитета. В разговоре чиновница заявила, что этот вопрос регулируется не ее ведомством. Кабмин внес изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов при использовании имущества в многоквартирных домах. Их основная цель – стремление госорганов приблизить расчетные значения потребления коммунальных услуг и ресурсов к уровню фактического потребления. Поправки Кабмина касаются оплаты воды, которой пользуются, к примеру, уборщицы. Также подорожает электричество, а значит, за лифт и свет в подъезде будем платить дороже. Сейчас существует два способа расчета за общедомовые нужды – по нормативам и по показаниям приборов учета. Я рекомендую, чтобы все-таки собственники на собрание принимали решение о переводе на оплату по факту. Потому что, когда оплата будет по факту, как разница в общедомовых и суммарно по квартирных, тогда никакого перерасчета делаться не будет. Жители же домов, которые платят не по приборам, при получении мартовских платежек может ждать неприятный сюрприз. Удивительно, но есть и хорошая новость, связанная с тарифами. С начала весны вступают в силу поправки, согласно которым человек может не платить за вывоз мусора, если отсутствовал дома больше пяти дней. Правда и тут без подводных камней не обошлось. Владельцам нескольких квартир никак не доказать, что живут они только в одной. И платить они будут по полной программе, даже с учетом нововведений. Иван Кузьмин, Александр Царегородцев, телеканал ЭПИР.